15 марта в Госдуме заместитель председателя Комитета по транспорту и строительству Павел Федяев провел заседание экспертной секции по проблемам долевого строительства и саморегулирования. Добрый день, уважаемые коллеги. Будем начинать, поскольку время у нас ограничено. Будем работать. Какие мнения экспертов? Те тематики, о которых мы сегодня будем говорить, это закон 214, отношения, возникающие в сфере долевого строительства. Мы прекрасно знаем, что в 2004 году был принят закон, регулирующий отношения в этой сфере. С 1 января 2017 года вступают поправки в этот закон. И в основном, конечно, закон регулирует защиту прав граждан, вкладывающих средства в долевое строительство. Но при всем при этом, у нас жилья строится много, практика большая. И при всем при этом, в регионах Российской Федерации за последние годы начал набирать оборот некий другой эффект. Это потребительский экстремент. Значит, связано это с тем, что 214 закон не прописывает детально отношения между застройщиком и дольщиком. В части их взаимоотношений по устранению недостатков в строящемся жилье. В части возмещения убытков в этой области. Нам коллеги, значит, анализ, который проводили, говорят, что он увеличивается, этот потребительский экстремизм, геометрической прогрессии. И вот по данным застройщиков Красноярска, за период с 2012 по 2016 год, то есть только за 4 года, количество поданных против застройщиков исковых заявлений увеличилось с 15 до 2380. А суммарный объем исковых требований с 4 миллионов в 2012 году до 1 миллиарда рублей в 2016 году. И недавно депутат Барышев, Андрей Владимирович, который внес законопроект, он представляет Челябинскую область. В Челябинске на въезде можно уже видеть билборды большие, которые говорят, если вы дольщик, у вас проблемы с застройщиком, мы поможем решить вашу проблему. Обращайтесь. То есть возник уже некий бизнес юридический, который, собственно говоря, просто заставляет трепетать добросовестных застройщиков. Ведь если мы говорим о проблемах обманутых дольщиков, она возникает там, где застройщики либо недобросовестные, либо они просто упали финансово и уже не могут встать, и государство реагирует на это внесение в изменение в 214 федеральный закон, то здесь-то как раз речь идет о добросовестных дольщиков, которые строят, но которые задержали на месяц. У нас сейчас, поскольку 214 законом этот аспект взаимоотношения не регулируется, то действует закон о защите прав потребителей. А закон о защите прав потребителей предусматривает 1% от цены договора за 1 день просрочки. Таким образом отбивается стоимость квартиры, ну по сути там за 3, ну там уже суммы зашкаливают вообще за разумные, если просрочка составляет 2-3 месяца. И в этой связи, конечно, национальное объединение строителей поддерживает этот законопроект. В раздатке есть заключение экспертного совета национального объединения строителей, которые указывают, что эта проблема заслуживает внимания, и именно эта проблема должна быть решена в 214 законе, потому что пока этого нет, то действует закон о защите прав потребителей. Нормы, которые здесь, с юридической точки зрения, достаточно хорошо прописаны. Закон никаких нарушений прав дольщиков здесь, ну если исходить из этой точки зрения, здесь нет. Просто устанавливается понятная процедура, устанавливается срок, в течение которого дольщик должен обратиться, и срок устранения застройщиков недостатков, да, 30 дней, да, техническая экспертиза должна быть проведена, то есть здесь техническая экспертиза должна быть заказана, опять-таки вводятся все эти отношения в понятный процесс, ограниченный сроками, как мы все-таки привыкли с точки зрения сроков, да, и вводится неустойка, все-таки вместо вот этого 1% от цены договора, вводится 1,3% ставка рефинансирования за день просвозки, то, что в принципе вообще, исходя из понимания того, каким объектом является квартира, то вполне достаточно. Поэтому мы их поддерживаем, благодаря вам. Безусловно, защита прав и законных интересов участников дольного строительства – это приоритетное направление в этой сфере правоотношений. Проект федерального закона предусматривает уточнение положений, обеспечивающих баланс интересов как застройщика, так и участников дольного строительства. Вместе с тем, в котором мы сегодня вам исполняем поручения и подготовки проекта официального власта на законопроект, получены позиции Министерства экономического развития, Министерства института и Министерства финансов, по результатам которых мы пришли к отдельной позиции, которая выражается в следующем. Если позвольте, несколько моментов, которые вы сегодня у нас замечали. Во-первых, в законопроекте предусматривается возможность допущения передачи объекта дольного строительства право участника дольного строительства, качество которого имеется в виду объекта, не соответствует установленному требованию по соглашению с того. При этом такие нормы, такие положения в Гражданском кодеке СССР уже существуют в деле, поэтому мы полагаем, что эти нормы, они предупреждающие. Кроме того, законопроектом предусматривается ограничить право участника дольного строительства, требовать соразмерного уменьшения ценных заговоров 30-ти днями со дня поступления соответствующего уведомления. Полагаем, что эти нормы не соотносятся с положением гражданского ввода Советской Федерации, поскольку могут ограничивать право участника дольного строительства на выбор способа защиты своих прав. Законопроектом вводится исключение из общего понятия о пятилетнем гарантийном сроке, который сейчас установлен в 214-м федеральном законе, для элементов внутренней отделки и благоустройства. При этом само понятие, что следует подразумевать под внутренней отделкой, элементами внутренней отделки благоустройства, не содержится в нормах законодательства РФ в целом, так и не отражены в предлагаемом принятии законопроекта. Еще одно замечание. Законопроект предлагается заполнить новой статьей, которая устанавливает порядок проверки качества объекта дольного строительства и устранения выявленных недостатков. С учетом практики применения положения 214-го федерального закона возникает вопрос, каким образом застройщик будет представлять доказательства проверки качества объекта дольного строительства и доказательства проверки устранения выявленных недостатков. Законопроектом также предусматривается разложить обязанность на участнику дольного строительства по осмотру, перед его принятием, по осмотру объекта для него строительства, но, опять же, не в Законодательской Федерации, по тому понятию оно содержится, не раскрыто, оно и в проекте выбираемого закона. Это технические, юридические то, что не обязательно нужно учесть и раскрыть, чтобы не было неоднозначного толкования той или иной стороной правоотношения. И в конце, что касается неустойки, в настоящее время законом о для него строительстве предусмотрен 1% от цены договорного участия в для его строительстве и 3% от стоимости выполненных работ по закону о защите прав потребителей. В пояснительной записке, на наш взгляд, не содержится правового обоснования, зачем нужно снижать этот размер. Потому что в силу 333 статьи гражданского кодекса это неустойка, то решение суда и так может быть снижено. И практика показывает, что в 70% случаев так и происходит. И учитывая, что это затрагивает права участников для его строительства, они, на мой взгляд, являются наименее защищенной стороной подразделения, поскольку не являются профессиональными участниками, эта норма, совокупность с тем, что я выше сказала, требует детальной, мне кажется, более глубокой проработки, по условию, что не было представлено никакой правоприменительной практики, в том числе судебной, которая бы позволяла сделать вывод о том, что такие изменения необходимы. Такая то есть концептуальна, конечно, министру России как регулятор действительно очень сложная задача обеспечить баланс интересов и участников для его строительства, как я уже сказала, что это не профессиональные игроки, будем так говорить, и застройщики, которые владеют законодательством, которые занимаются предпринимательской деятельностью, их деятельность направлена на извлечение прибыли, то есть очень сложная задача, и нужно все-таки максимально тонко подойти к этим замечаниям, наши пожелания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok